Эй, толстый! Эй, толстый! Эй, толстый! Толстый! Возвращайся! Мы все здесь! Всем привет, ребят! Давно не виделись, давно не снимали, но, тем не менее, продолжаем тренироваться. С увеличением физических возможностей перешли с трех тренировок в неделю. То есть у нас был режим тренировка с Максимом, тренировка с Дмитрием, тренировка самостоятельно. Перешли на вариант тренировок, тренируемся практически ежедневно, то есть практически ни один день не пропускаем. Вот, также урезали питание, то есть урезали немного количество порций. Если вы помните, раньше просто убрали мучное и сладкое, вот, продолжаем сбрасывать вес. Готов? Да. Больно? Больно. Нежный? Нежный. Слабый? Слабый. Еще раз. Давай. Блин. Может, петь пойти тебе лучше, а? На телевидении? Нет, лучше на тренируемся. Да? Да. Бери еще раз. А это вот, что тренирует, кроме болевого породы? Ну, это, в принципе, у тебя напряжение идет сейчас полностью, весь организм напрягается. Ну, вот, максимальное напряжение твоего тела. Давай. Раз, два, три. Шоу со звездами все-таки, наверное, твое? Вхоже, в танцы пойдет. Руки – это твое оружие, понимаешь? Это твой действующий аппарат. Вот. Это то, что у тебя основное. Пока на сегодняшний день, пока ноги еще не подключились. Поэтому должен быть во всеоружии. Сейчас покажу саму ситуацию. Вот он. Удавка. И вот защита рукой, то есть. Вот, да. Просто руку поставил, видите? Видишь, тебе неудобно начинать смещать руку. Да, да, да. Все вперед пошел, да. Также отсюда. То есть руку пока внизу. Вот, то есть отсюда. Сопротивляйся, не сопротивляйся от удавки. Не, 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 не. Когда уже она на шее, деморализует, не надо. Да? Ты начинаешь, у тебя первичность, ты хватать начинаешь. Вот, то есть тот объект, что тебе мешает, ты его как-то, да. Поэтому вот просто, вот, да. Раз, тебе поставим сюда. Вот, даже если не начать. Ты, 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 я есть. У меня голова не работает, но... Брать. Вот, молодец. Сейчас попробуем такое задание сделать. Я тебе буду душить. А ты будешь максимально терпеть. То есть это проявление твоего характера будет. Это стойкость. Это не то, чтобы ты затохнулся и умер, да. Ты именно проверишь самого себя. Сколько ты можешь терпеть боль. То есть, как ты похлопал, я тебя отпустил. Максимально наберегись. Попробуй. Это именно проверка будет твоих волевых, таких, бойчевских качеств. Возвращайся. Мы все здесь. В принципе, все нормально. Ты просто не успел сдаться. Сколько я секунд провел? Мне просто сон такой крутой снился. Как будто ты здоровый боец. Да, да, да. Молодец. Я вышел, и у меня сейчас бой против какого-то негра. Ну, с неграми ты походишь? Я тоже хотел сказать. Нет, серьезно, а дал ты мне вне было? Самочувствие на самом деле шикарное. В плане того, что тем, что вырастает выносливость на тренировках, да, в повседневной жизни это тоже на самом деле играет немаловажную роль. То есть, ну, элементарно в движениях каких-то просто в обыденных, в бытовых все делается с другими ощущениями, с легкостью. Мне нравится, что его это увлекает больше, чем все, чем он занимался до этого. И действительно, я вижу интерес, да, и у него жизнь стала намного насыщенней, и даже силы у него на остальное появляются. То есть, независимо от того, что он занят почти весь день, в принципе, он довольно активно ведет себя нормально. Мне нравится. Сюда мы приехали снять немного про офигенного парня. Расскажу про него. Написал мне, человек говорит, приходи ко мне, я тебе помогу. Я сначала не понял, что он имеет в виду. Приехал, оказалось, что человек массажист, профессиональный спортивный массажист. Вы знаете, я вот вчера, любопытство ради, к нему приехал, просто посмотреть, что это, как это, для чего это. Человек просто убрал весь абсолютно дискомфорт, боль, страдания со спины. Я первую ночь за много лет спал просто как младенец. Мне как будто новый позвоночник прилепили. Я даже не знаю, как это описать, ребят. Вот просто представьте, что вы живете 10 лет с болью, да, а через 10 лет вас берут и новую спину ставят. Невероятное ощущение. Ты дрищ? Я тебя съем. Кстати, у меня ноги уменьшились. Серьезно, да, я в туалет бегаю каждые 2-3 часа и ноги меньше в объеме ставят. То есть, вот вчера сделали массаж, уже начал чаще ходить. То есть, было подозрение такое, что передавленные в пояснично-крестцовом отделе нервы, иннервирующий мочевой пузырь. И в связи с этим могли быть затруднения с мочевым сканем. Сделали массаж, расслабили мышцы. Нервы получаются свободны. И, конечно, человек вот после первого же сеанса сам почувствовал и начал выводить воду из организма. Все же у него больше жира или воды? В чем проблема, что такая большая масса? Как думаешь, если мы чисто по физиологии возьмем такой? Ну вот, у него конкретно получается в перемешку и в большем количестве вода присутствует здесь. Ну и жир есть. То есть, сейчас если работать с ним, будет уходить вода. И потом уже, когда 2-3 сеанса вода уйдет, меньше станет, тогда уже непосредственно будем бороться с жировыми отложениями. А сейчас ему надо выводить воду. Правильно? Угу. Адски. Не адски, но скручивать близко к адски. Опять вперед отдаем? Что-то вроде болевого, который Максим мне периодически проводит. У тебя делать массаж? Да. Если мы... Сейчас подержим. Да. Вчера вот то же самое было. То есть, первые там минуты 2-3 больно, а потом отпустило. Ну, от укорочения мышц подосны получается. Вначале очень сильно болит, разрабатываем триггерную точку и отпускает. Может болеть здесь и отдавать в плечо вот сюда. Среднюю дельту сводит. Просто сводит дико. Методика строится на том, что работаем именно с мягкими тканями, именно с мышцами. И, ну, я придерживаюсь того, что в основном болеют мышцы. И надо мышцы эти лечить. То есть, спазмированные, укороченные мышцы начинают в них дискомфорт. И они, в свою очередь, передавливают нервы. То есть, может укоротиться, спазмироваться в поясничной области. Начинают болеть по всей ноге, ягодица, дискомфорт. И человек не может свободно тренироваться. В этом случае работаем с поясницей. И отпускаем все болевые ощущения. Где больно? Под этим слоем все равно есть мышцы, которые будут болеть. Главное их найти. Пытаемся в себя прийти. Ощущение волшебной полной невесомости. Полной невесомости и желания отключиться и спать. В общем, ребят, я вам очень рекомендую попробовать. Вот именно спортивный массаж. Причем именно у этого человека это просто невероятно. Он не позволял мне никогда ныть, потому что я тоже очень сильно устаю. И теперь, мне кажется, ему просто никак не удается вообще допустить себе мысль, что можно жаловаться мне. Но, тем более, если кто-то его видел, да, это человек, который всегда пытается казаться сильным. Особенно в глазах, наверное, своей женщины. Он никогда не будет говорить, что ему тяжело. Для любого человека, для друзей, для меня он может быть настоящей опорой. Он действительно может помочь в трудной ситуации, независимо, с чем это связано. Мы живем очень долго с ним, поэтому я могу сказать, что я всегда знаю, что он меня не предаст. Я сейчас заплачиваю. Для любителей обсуждать чужие херы и унитазы, ребят, вот такой у меня обычный абсолютно унитаз. Никакого там фельдеперсового каменного изваяния нету. Практически стандартный. Куплен в обычном магазине. Так что не несите херни всякой в комментариях. Ради бога. Буквально месяц назад для меня было огромной сложности постучать по груши в течение минуты. Сейчас на тренировках мы практикуем даже легкие спарринги по 3 минуты. И в принципе 3 спарринга подряд с отдыхом в минуту-полторы я отстаиваю, практически не теряя подвижности, не теряя контроля дыхания. После, конечно, уже становится сложнее. Но я думаю, это будет расти в дальнейшем. Сегодня мы решили провести для Андрея тренировочку на природе. Здесь мы можем выполнить упражнения, те, которые нам недоступны в зале. В общем-то, мы постараемся ему не то чтобы облегчить, но скорее наоборот осложнить жизнь. В общем, как водится у всех тренеров, чтобы жизнь медом не казалась. Поехали. Задача у нас относительно простая. Из стойки мы бьем двойку, раз, два, и второй удар правой ножкой. Соответственно, бьем двойку с правой руки к правой, левой. Левая ножка пробивает в область корпуса, там головы, кому куда нравится, кому куда позволяет растяжка. И снова делает это Андрей до тех пор, пока мне не надоест. Поехали. Вот в ту сторону. И вот так вот мы продвигаемся по периметру всего озера. Потому что мне долго не надоест, ибо смотреть прикольно. Наверняка найдутся те умники, которые скажут, да, типа в воде все это легче. На самом деле, с точки зрения устойчивости, гораздо труднее. Вы попробуйте, потом умничайте. Песок. Даже просто устойчивость сохранять так своеобразно. На одной ноге вообще заваливаешься. Я же толстый, я под песок проваливаюсь. У нас на самом деле почему-то, почему-то движение на ногах отрабатывать народ не любит, но если вы будете хорошо двигаться на ногах, это, наверное, единственное будет ваше спасение от борцов. Таким образом, я бы предложил движение такое, то есть парочку движений вправо приставными шагами, да, раз, два. Максимальную скорость, которую вы способны развить, да, стоя в воде посередину бедра. И, соответственно, два движения влево. Я, кстати, бы не избегал встреч с борцами. Вот с бойцами, с ударниками я как-то не очень люблю стоять. Ни от них прилетает. Ввиду того, что я абсолютно не умею бороться, несколько моих встреч с борцами именно спасало меня за счет движения на ногах. Два вправо, два влево, это раз. Два, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, Тяжело. Меня из виду не терять. Да и хватит. Это моё, если толпить. Бокс, бокс, бокс. 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 Бокс, 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 бокс. Бокс, 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 бокс. Опять победила дружба Движения в воде неожиданно сложные Потому что давайте правде в глаза взглянем, я же жирный Жир же легче воды, он плавает Я в воде привык себя чувствовать комфортно А вот эти вот именно резкие движения, они дико выводят из зоны комфорта Нормально, хорошо потренировались Ребята, вот мой самый главный помощник и спарринг-партнер С ним я и провожу основную часть драк Арчи, пошли Все, ну опять Красава Такая ситуация смешная вышла Те весы, на которых мы взвешивались на складе Не знаю, их убрали Может быть, не буду говорить корректный Они вес показывали некорректный Но, тем не менее, когда спустя какое-то время Потеряв там практически 12 сантиметров в объемах Да, везде там, талия, жопа, грудь Мы приехали взвешиваться Весы показали вес больше, чем был на предыдущем взвешивании То есть весы показали 242 килограмма Поэтому мы не стали выкладывать Но, тем не менее, все сейчас нормализовалось Нашли нормальные весы Что, минус 10 килограмм за сколько? За полторы недели? За две? Когда мы взвешивались? Не помнишь? Нет Где-то темпы снижаются Что я могу сказать? Ну, получается, когда мы начали проект? 20 июня у нас были съемки фарша Значит, где-то числа 25-го мы начали худеть, да? Сегодня 3 сентября Получается, за месяц где-то 30-35 килограмм за месяц потеряли Блин, ну круто Круто Но ты сейчас не такой грустный, да? Как был полный человек? Нет, ну Ну как не такой грустный? Да нет, конечно, не такой грустный 30 килограмм это круто Я немного даже доволен Было бы на самом деле очень круто увидеть на весах вторую цифру двойку Но я думаю, мы ее увидим уже на следующей неделе Причем, я думаю, уже в начале недели, где-нибудь вторник, среда Следующая цифра будет очевидная двойка Ребят, спасибо вам за поддержку Спасибо, что смотрите, что комментируете, ставите лайки Вот, буду стараться дальше Я поплыл к себе на дно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok